Я хочу об этом поговорить. Адаев, Готовский, Беляев, Кургулянск. Как мне получить спортивный разряд по джиу-джитсу? Я тоже могу преподавать любой вид, тех, которых я перечислил, и даже других, которых я не перечислял. Евгений Юрьевич пообещал предсветителя. Тебе сразу без первого разряда присвоят кандидатные статусы. То есть бабусики все-таки занимают какое-то место. Давайте поговорим про тему бразильского джиу-джитсу для спорта. И спорт для бразильского джиу-джитсу принимается? Принимается, тем более я понимаю, что есть о чем поговорить, а я еще не очень сильно ловил. В чем суть? В России существует достаточно много людей, которые являются адаптами бразильского джиу-джитсу. Я много лет уже наблюдаю эту картину, когда представители бразильского джиу-джитсу приходят бороться по правилам. Я, как представитель Федерации Московской области, всегда старался создавать, создаю и буду создавать те условия, чтобы ребята, которые занимаются чисто бразильским джиу-джитсу, имели возможность выступать на официальных соревнованиях и получать спортивный разряд, спортивное звание. Это ведь важно, но... Ну, многие скажут, да, для чего мне это нужно, зачем мне это надо, но я вам поясню. Предположим, есть некий юноша, которому там 15-16 лет, с 15 лет он может получить спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Когда он заканчивает 11 классов, он воздает единый государственный экзамен, ЕГЭ. Если он является кандидатом в мастера спорта или мастером спорта, соответственно, он является... То он может писать с ошибками? Нет, не обязательно, с ошибками. Кстати говоря, те вещи не взаимостучающие. Обычно хорошие спортсмены очень неплохо учатся по моей практике. Тут он получает плюс баллы к ЕГЭ, ведь зачисляют высшее учебное заведение, теперь не по вступительным экзаменам, а по количеству баллов, которые набирает тот или иной школьник. И в последние годы наше государство, на самом деле, я приветствую это, стали стимулировать наших школьников повышающим коэффициентом, то есть больше стали давать баллов за то, что человек занимается спортом. И порой, чтобы поступить на бюджет, он благодаря тому, что он занимается официальным видом спорта, не важно, джиу-джитсу, дзюдо или скаловаться, не важно, он имеет такую преференцию и благодаря этому может поступить на бюджетное отделение благодаря как раз-таки высоким баллам, благодаря тому, что он занимается. Как пример, человек занимается фразистским джиу-джитсу, имеет там какой-то пурпурный там или какой-то пояс, приходит, выигрывает переста России, получает свой спортивный взгляд, получает плюс к своему ЕГЭ и поступает в высшее учебное заведение. Хорошо? Неплохо. Я тоже так считаю. А вот если человек не выступает по НЕЛАЗе, то он не получает таких преференций? Он не получает. В этом лечит? Да. Ну, я сейчас как бы не хочу говорить о том, что он получает, не выступая по НЕЛАЗе, и я сейчас не рекламирую НЕЛАЗа ни в коем случае. Я сейчас говорю лишь о неких возможностях, которые человек может все-таки использовать в том любимом деле, которым он занимается, я сейчас говорю про фразистское джиу-джитсу, благодаря тому, что он может попробовать свои силы и имея свои навыки, высокие навыки, в том, что он может выступать на официальных соревнованиях. Это две совершенно разные истории. Причем он может также успешно выступать и в грэппинге. У меня ежегодно, по своему примеру, ребята могут становиться, поехать в Абу-Даби и выиграть чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу, по детям, по джиу-венилам, по китсам. Выступить в этом же году по НЕЛАЗе, выиграть Россию и Мир, выиграть с хорошим значением. И выступить тут же на переста России по Агреппингу, и тоже его выиграть, и выиграть переста мира потом по Агреппингу. То есть эти вещи друг другу не мешают. Странно, я услышал совсем недавно, буквально очень недавно, слышал историю, что спортсмен может выступить, допустим, на турнире по АГП, а его сразу исключаются сборные по Агреппингу. Не, я могу ошибаться, может быть, я что-то не так расслышал, но мне казалось, что есть там какой-то конфликт интересный. Не знаю, нас это никогда не касалось, потому что мы стараемся разделять это на три составляющих. Есть официальная джиу-джитсу, Российская Федерация джиу-джитсу. Кстати говоря, там есть некое правило, да, когда у нас спортсмены, для членов сборной России, мы всегда пишем письмо. Может ли на руководстве, это нормальная практика, может ли такой-то спортсмен, не согласовая это уведомление, выступит там, например, на турнире по бразильскому джиу-джитсу, там версия АГП или АПДДДДФ. Мы просто это уведомляем Федерацию, и никаких проблем у нас с ней возникает. Также мы выступаем по грэппингу, ну, так очень аккуратно. Опять-таки, там нет никакого норматива, такого официального. Но, тем не менее, у нас есть практика, когда наш юный спортсмен выступает там и там, и там, и никто никому не трогает. Но сама формулировка «может ли» это не столько уведомление, сколько вопрос. Нет, нет, мы четко уведомляем, что такой-то спортсмен поступает на таком-то соревновании, там-то, там-то, так-да-то, так-да-то, все. Это именно уведомительный характер. Нет, это я прямо на камеру могу сказать, это какая-то есть. Окей, тогда у меня такой вопрос. Вот Неваза, это официальный вид спорта. Джиу-джитсу? Да, Джиу-джитсу, Неваза. Раздел. Да, я сейчас с точки просто захожу сразу с угла бразильского джиу-джитсу. Вот как люди воспринимают, там, о, Федерация Джиу-джитсу, Джиу-джитсу, Неваза. Ну, для многих этих наших подписчиков просто джиу-джитсу, допустим, Доу-системали файтинг, что-то такое далекое. А вот джиу-джитсу Невазов, понятно. Ну, поэтому с этого стороны зайду, просто на бога. Дело в том, что у меня складывается впечатление, возможно, оно неверное, что об этом виде спорта как-то недостаточно информации, недостаточно пропаганды этого вида спорта. Ну, где-то прошел турничек, да, вот знает вот эти 20 человек, которые там в Федерации принадлежат. Вот он, следующий турничек будет там-то, там-то. Да, это чем команда России. Здесь дают мастера, здесь дают КМС, здесь отбор на мир. А как людям разряды получают по джиу-джитсу Неваза, чтобы там быть официальным, вернее, чтобы заниматься официальным признанным спортом, чтобы от этих разрядов переходить к КМС. Да, и вряд ли же я могу из нулевого уровня прийти и всех победить и стать, там, кандидатом из терраспорта без разряда. Хотя, может быть, и могу, не знаю, поэтому я и спрашиваю. Мне кажется, что, ну, у меня лично создается такое ощущение, что где-то вот, как-то что-то недоговаривают, или как будто вот государственному официальному спорту не хочется сильно пиарить этот официальный спорт. Или я ошибаюсь? Вот, хороший вопрос. На самом деле, вот, содержательно и цель и задача нашей с тобой сегодняшней беседы как раз поговорить об этом. Я скажу про себя. Я всеми руками и ногами, это правда. И многие люди, которые, благодаря мне, вовлечены в джиу-джитсу, в официальную версию, могут это подтвердить, причем достаточно известное в мире бразильского джиу-джитсу. Это персональная задача каждого человека, который является представителем официального вида спорта, говорить об этом, приглашать и призывать. Потому что людей, что пугает часто, это документы. Там надо справки собрать, там разрядные книжки, там вот это вот весь официоз. Потому что, чем привлекает он в джиу-джитсу? Ты оплатил стартовый взнос, пришел, борешься, у тебя есть ранжирование, там пояс, возраст, вес. И все понятно, есть тайминг, есть четкое понимание регламента и так далее. Любой официальный спорт, это все значительно сложнее, потому что есть некие сложные, там какие-то федерации, какие-то вступления, какие-то, значит, там документы и так далее. Полностью с этим согласен. Вот наша задача, я как блогера, моя задача как представитель этого официального вида спорта рассказать, что это такое. Вот прям по пункту. Для того, чтобы человек, любой абсолютно занимающийся фразийским дружицу, грэплингом, не знаю, просто борьбой на поясах даже, захотел бы выступить, например, по неуразу, ему нужно совершенно спокойно, либо в индивидуальном порядке, либо через клуб вступить в федерацию. Причем большинство федераций не требует никаких членских взносов. Просто человек должен, там, скажем, идентифицировать себя с определенной федерацией по месту своего жительства. То есть, предположим, он живет в Московской области, в апреле, в Киеве он приходит, вступая в федерацию, знакомится с календарем в соревнованиях, он должен прийти на первенство или чемпионат Московской области, пройти там отбор, он не может пойти напрямую в чемпионат России, он должен пройти вот это сито. Это еще со времен Советского Союза. Так, первенство Московской области, это первый фильтр в свете этого? Или все-таки есть какие-то там маленькие совсем? В Зуржицу, вот, на текущий момент в Невазе нет других фильтров. Есть первенство или чемпионат субъекта. Москва, Московская область, именно субъекты федерации. Всегда есть заявленный календарь, где есть четкое понимание сроков, возраста и так далее. Единственное, что там человек будет с чем сплакиваться, что у него должна быть обязательно диспансеризация, потому что по закону не может наступать, если он, например, там болен. Или, предположим, не дай бог, кто возьмет там и умрет, или там травмируется на соревнованиях, ответственность нести будут организаторы. Все это такое носит формальный признак, принципы и так далее. По чему диспансеризация сейчас? Если это дети до 18 лет, это прикреплено диспансеризация бесплатно совершенно. Взрослые, ну, там, от 6 до 12 тысяч рублей. А дистанционно? Что значит дистанционно? Ну, про диспансеризацию дистанционно. Нет. Мы на самом деле, вот, по крайней мере, за что я отвечаю в Московской области, если нет справки, я не знаю, как человек ее прошел, я не могу это угадать или узнать. Это не моя задача, на самом деле. Я должен увидеть, что это реальная справка. Я его тогда допущу, несомненно. Справка действует от 6 месяцев до года, это все зависит от диспансера. А потом должна быть страховка от несчастного случая на соревнованиях по джиу-джитсу. На самом деле это правильно, потому что это как осаго для автомобиля. Потом он показывает свой обычный страховой полис, государственный паспорт, либо свидетельство о рождении со справкой школьника, что он идентифицирует, что именно это, ничего не большее на соревнованиях. Все. Обычно на официальных соревнованиях даже стартового сноса нет. У нас проходит область официальная. Это прекрасная штука, да. Но об этом очень мало людей узнают. Вот там будут соревнования. То есть нигде не афишироваться, не приглашаются зрители там. Нет, какие спортсмены. Вот, правильно. И именно поэтому, наверное. Потому что и нет стартового сноса. Нет, тут на самом деле, Леша, ты правильно задел вопрос, потому что здесь нет никакой коммерческой составляющей. Потому что по сути, федерация это общественная организация, она на этом деньги не зарабатывает. От слова вообще. То есть у нее нет такого целеполагания, зарабатывать деньги на этом. Это просто общественная организация. Она не финансируется государственным никак. Потому что, предположим, проходит чемпионат... Как? Ну, я объясню. Проходит, например, чемпионат Московской области. Со стороны Минспорта Московской области они могут оплатить аренду зала, официально по статьям расходов. Они могут оплатить скорую помощь и наградную продукцию. Все. Организатор, он даже не имеет права собирать стартовый взнос. Мы либо привлекаем каких-то спонсоров, это правда, либо, например, если это взрослые, 18 лет и старше, это члены федерации, которые ежегодно сдают какой-то небольшой взнос. Предположим, тысяча рублей, годовой взнос, за счет этого оплачиваются судьи. Но это не о бизнесе, а о слове вообще. То есть, по большому счету, если федерация нормальная, она не занимается поборами какими-то, с каждого клуба по 20 тысяч рублей в год, или я не знаю, поскольку, например, в Московской области никакие клубы, никаких взносов не платят вообще. То есть у нас вступает, беляет джиу-джитсу, вступает ко мне завтра, в московской области, да? Заметано. Заметано. Ты пишешь, что заявление... Вы сейчас присвидетесь. Заявление, вступаешь, и никаких... Я написал. Да, вот прямо нужно зафиксировать. Никаких денежек ты за это платить не будешь. Это, ну, сколько я в руководстве федерации, уже 10 лет. Это уже 10 лет... А это он платил 500 или 600 рублей для Московской области? Нет, я же... У меня есть бумажка, так возьмем фотографии. Значит, да. У нас года 2-3 назад еще были стартовые взносы, такие смешные, по 500 рублей. Это мы оплачиваем и судьи с этих денег. То есть, это, ну, какой-то бизнес, да? То есть, мы же даже не можем медаль на этот день купить. Не по 5 тысяч рублей, да, за медальку. Вот. Поэтому здесь это вопрос совершенно не о бизнесе точно. Любая федерация, если она нормально работает и получает какой-то результат, а так, на всех случаях, федерация Московской области является лидирующей в России по джиу-джитсу, именно в рамках Российской Федерации. Джиу-джитсу в медальном зачете мы давным-давно уже номер один, уже на протяжении 10 лет. Но, опять-таки, это всегда за счет либо спонсоров, либо за счет собственного кармана, но это точно не о бизнесе. Возвращаясь к вопросу, люди знают, не знают. На самом деле, вот, любой чемпионат по первенству Московской области собирает под свои знамена 200-300 человек. Это всего лишь регион. Люди приходят, достаточно подготовленные, борются, там выступают и черные пояса, ну, вот, как пример, всеми известный, например, тоже там... Абдурахман Белар. Да. Вот как раз хотел сказать. Знаменитый житель московского когда житель Московской области из Махачкалы два года назад он первый раз попробовал свои силы по Невазу, он пришел по-честному на чемпионат Московской области, он прошел отбор в весовой категории 94-4. Смотрите, это в записях Бежа Фрикс ТВ, несколько сюжетов есть на Абдурахман. Алексей как раз присутствовал. И это весовая категория, 94 килограмма, набралось сразу 19 человек. Все захотели побороться в Белару. Окей. Как мне получить спортивный разряд по джиу-джитсу? Окей, я не хочу там побеждать на чемпионате Московской области, а это все-таки уже КМС. Как мне получить третий, второй, первый, не знаю, десятый, юношевский? Вот, допустим, сангисты, я знаю, получают разряды на своих открытых коврах. Проводят все-таки а-ля соревнования. Не те открытые ковры у кодматы, как на продюсерном джиу-джитсу, а вот там почти как соревает. Там что-то сеточка, вот они борются, количество побед считается. Как в джиу-джитсу Нивазу получить разряд? Слушай, Леш, ну есть такая аббревиатурная сетка, называется ИВСК. Единая Всероссийская спортивная классификация, где четко написано, что такое первое, что такое кандидат в мастера спорта и так далее. Это ансамбль от зидо сильно не отличается. Кандидат в мастера спорта это высший спортивный разряд. Мастер спорта это спортивное звание. Да, это я в курсе. Вот. И чтобы, например, тебе получить первый разряд, ты должен в течение календарного года на официальных соревнованиях, которые есть в едином календарном плане. Вот ты вот любишь коммунистический уровень. Вот. Я... Да. Окей. Короче. Я тебе как раз о книге поговорю. Ты должен в течение календарного года задержать 10 побед на официальных соревнованиях, потом подать, значит, документы в министерство спорта или там спорткомитет своего региона и первый разряд присваивает и кандидат в мастера спорта, и тебе присвоит министерство спорт московского мастера. Все очень просто. Но к МСИ получить легче, потому что, например, ты можешь прийти и выиграть чемпионат Московской области за первое место, тебе сразу без первого разряда присвоят кандидат мастера спорта. Да. При условии того, что в весе должно быть 6 человек, и ты одержал 3 победы. Вот этот вырежем, вот этот момент при условии оставим. Ты можешь получить и дальше мы подмонтируем такую фразу. Евгений Юрьевич пообещал предсветителях. Коррупции ноль. Мы просто хорошо дружим. Мы просто нормально сидим, да. Но кроме шуток, на самом деле, все же очень просто. И многие черные пояса, повторюсь, многие черные пояса по бразильскому джиу-джитсу прошли этот путь и как минимум стали мастерями спорта. Есть на текущий момент два человека известных, я могу назвать эти фамилии, которые стали заслуженными мастерями спорта. Более того, это Гусеймин Абдул Борин, представитель Санкт-Петербурга и клуба «Стрела». Двукратный чемпион мира, многократный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта по джиу-джитсу до раздела НИУАЗа. Прошедший путь от разряда до мастера спорта. Мастер спорта прожил класса. Я этого человека давно знаю, он многократно легился на соревнованиях и он первый, кстати, заслуженный мастер спорта, многом можно сказать, который стал именно Паневазом, представитель Санкт-Петербурга. И еще один есть человек, представитель тоже Санкт-Петербурга, но с дагестанской фамилией. Это Гайрбек, он стал чемпионом мира. Гайрбек это же не фамилия, да? Да, мы называем его Гайрбек. Он стал чемпионом мира, чемпионом Европы и он же также будет продолжать бороться по крэфтингу и он стал заслуженным мастером спорта и брейкер фамилия. Стал заслуженным мастером спорта именно по джиу-джитсу и раздела НИУАЗа. Вот на текущий момент два человека, которые стали заслуженными мастерами спорта по джиу-джитсу в разделе НИУАЗа. Есть несколько международников. Кстати, говорим безинвестный Саша Саппик, который сейчас в Германии. Короче, скоро приедет в Россию и придет с Минаровой и Гайрбек. Да, очень хороший друг, то есть он спокойно к США приехал в Германию, наступает там и ему не мешает то, что он занимается и бразильским джиу-джитсом, НИУАЗом. Он, кстати, погребен и боролся. И боролся вполне себе неплохо. Он был финалистом в Италии где-то в 2016 году. Боролся с моим учеником Артемом Петуховым в финале. И он мастер спорта международного класса по джиу-джитсу чемпионом мира для вас. Теперь же в Германии выступает за сборную Германию. Кстати, сейчас стал чемпионом урока уже с Германией. Поэтому тут есть уже яркие примеры известных личностей в бразильском джиу-джитсу, которые являются черными поясами и авторитетами и визированием и генеем. И при этом они успешно выступают уже не один год и получают свой результат. Я думаю, что тот же Александр Сак переехал в Германию. Во многом это уже его жизнь все-таки облегчило в этой новой стране для него, потому что он спортсмен. Сколько лет существует история свода правил джиу-джитсу Неваса как раздела? Сколько лет он существует? Ровно 10 лет. Первый чемпионат мира прошел в 2011 году в Колумбии на чемпионате мира. В связи с этим у нас следующий вопрос. До того, как туда попали представители и адепты бразильского джиу-джитсу оккупировали эту штуку. Кто боролся по правилам джиу-джитсу? Слушайте, первый чемпионат мира, который проходил в Колумбии, там было всего три весовые категории. 70, 85 и 85+. В каждой весовой категории было по 5-6 человек. Это те люди, которые приехали на файтинг и вдруг они решили, что они еще умеют бороться в партнере. Кстати, говоря, наш представитель России Дима Небольцев заслуженный мастер-спорт по файтингу стал чемпионом мира 85 килограмм, потому что он хороший сомбист, умел бороться в партнере. Он там было 6 человек, но тем не менее исторический факт, что Дима это мой хороший друг, первый чемпион мира, по Невазу 85 килограмм. Теперь у него конечный пояс по бразильскому джиу-джитсу выступает он за стрелы. Ну вот еще 7 лет назад я знаю, что нам приходил там тренер и говорил, ребята, короче, поехали на Невазу, там вообще бороться нефиг делать, белые пояса в финал выходит. Но это 7 лет назад. Кто выступал все-таки по джиу-джитсу? Мне порой казалось, я объясню, почему, это может быть неприятный вопрос, мне кажется, что были времена, а может быть и есть, когда вдруг кто-то очень был недоволен тем, что вот эти вот брызды сюда припеклись и портились в болезни. Не было такого? Такого не было, однозначно. Поскольку Неваза пришла не из России, это все-таки был мировой тренд, это пришла международная федерация и Российская федерация джиу-джитсу в общем-то приняла эти правила игры и кто приходил, боролись и как это, знаешь, у Портоса спрашивают, да, Портос, почему ты дерешься? Портос отвечает, я дерусь, потому что я дерусь. И тогда как раз была Портосятина. Портосятина? Да, и все боролись, потому что они боролись. Кто зомбисты, кто зездаисты и прочее. как пример, на самом деле, чтобы не быть голословным, вот 2014 год, мой очень близкий друг Давуд Адаев, значит, он пришел туда и очень легко стал чемпионом России в лесовой категории 69 килограмм и очень несколько там... Неожиданно. Да, неожиданно, да, и он даже не почувствовал никого, как будто он разминался там у себя на тренировке. Спустя всего лишь 7 лет в той же лесовой категории 69,77 килограмм из там 30, значит, оппонентов из них с десяток уже черных бойцов. То есть уже сейчас выиграть чемпионат России по Невазу это очень и очень... Да, сейчас Московская область понимает... Ну, как опять-таки показывает практика и Московская область это выглядит не так просто. Это же вопрос интереса людей. Людей интересуют официальные соревнования. И опять-таки если здесь глубже заехать в эту всю историю вообще смысловую нагрузку здесь наложить, то арабы, те же создатели GP и теперь бенефициары Джиджаев, они заложили весь интерес к этой истории, потому что последний чемпионат мира, который до пандемии в 2019 году, который проходил в Абудабе, он собрал под свое знамение 63 страны. Это очень круто. и так много видов спорта, которые имеют под своими флагами 63 страны. И много-много денежков федерация международной федерации выделила, выделила на то, чтобы та же БАДА приехала и стала проверять на чистоту спортсменов, на допинг и так далее. Это многомиллионные контракты, все решили для того, чтобы привлечь внимание к Джоу-Джи-Цу. Я не говорю сейчас бразильское или еще какое-то. Именно Джоу-Джи-Цу с точки зрения развития именно в мире, потому что и бразильцы очень с удовольствием борются по версии IGP, финансового, вопрос еще какой-то имидж. Я не знаю, не важно. По большому счету, раз приезжают все топы и борются там, это же интересно. Но те же самые люди владеют федерацией и то же самое, что IGP. Есть три версии на текущий момент. Это Джи-Джи-Аев, это IGP и это Абиджи-Джи-Джи-Цу. Те, которые действительно имеют вес в мире джи-Джи-Джи-Цу. Но арабы в названии своих федераций не используют букву Би, которая бы означала Бразилия. Они аккуратно это называют И в школах у них изучают не Бразилию, а Леуджуицу. Полицейские у них изучают не Бразилию, а Леуджуицу. И турнир AGP у них проходит по Леуджуицу, а не по Бразилию. Они не делят эту историю. Мы как будто вернулись к началу первого вопроса. Дело в том, что люди же договорились о том, как должно это выглядеть по большому счету, и убрали все эти приставки – спортивные, бразильские, японские, традиционные, прикладные, полицейские, какое угодно. И в принципе сейчас мир договорился, что это просто джиу-джитсу. Даже вот здесь у тебя на груди Беляев джиу-джитсу, если вот так вот Беляев красиво прикрыть и некрасиво прикрыть, останется только джиу-джитсу. Если зато джиу-джитсу красиво прикрыть, то останется только Беляев. Да. Но это потому что Беляев. И вот арабы – это четко такой маркер, на самом деле. Они выявили вот тот тренд развития джиу-джитсу. И по большому счету все это стремится к одному, к олимпиаде. Потому что, как я это вижу, те же арабы что сделали? Они приняли джиу-джитсу как национальный вид спорта. Ведь для них это очень важно, чтобы их ребята, их дети, не какие-то наемные, пришедшие за них. Они, кстати говоря, эту парочную практику не используют, когда бразильцы боролись за арабов. Нет, за Объединенные Арабские Эмираты борются именно только арабы. Это правда. Но вот последний чемпионат мира, который проходил опять-таки в Будапе по Невазу, три представителя Арабских Эмиратов стали чемпионом мира. И это благодаря той многолетней уже плодотворной и селекционной методической работе, которая проводится со стороны руководства этой страны. Потому что, насколько я владею информацией, чуть ли не один процент населения Объединенных Арабских Эмиратов занимается джиу-джитсу. Сейчас один и два по последнему. Может быть. Но 9 миллионов человек, из них получается порядка 90 тысяч занимается, ну даже теперь уже если один и два, то это больше 100 тысяч человек, которые занимаются бразильским джиу-джитсу. Это джиу-джитсу. Я, кстати, впервые увидел вот это вот отношение к джиу-джитсу со стороны арабов. Я сам боролся на чемпиоте мира среди полицейских и военнослужащих по Невазу. Он проходил в 2017 году в Болгарии в городе Банск. Это горнолыжный курорт. И туда приехала целая делегация во главе с бразильцами. И боролись только арабы. Они были вот с этими рвами, вот в красивом гимн. Причем приехала большая команда. И действительно, это были полицейские и военнослужащие, в отличие от нас. Они отборолись на этом чемпиоте мира среди полицейских и военнослужащих. Кстати, там же тоже Руслан Дулаев боролся, который яркий представитель того же Грэплинга, имеющийся черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Кстати, Руслан, большой тебе привет, пользуясь случаем. Ты основал свою академию, я тебя с этим очень счастливым поздравляю, ты молодец. И вот мы вместе там боролись на этом чемпиоте мира. Причем такой достаточно конкурентный получился как раз-таки благодаря арабам. Чем они все худели. Причем они приехали почти все с белыми, тиросиними поясами, но еще неплохо королицы по самому делу. Но их все курили, конечно, парни бразильцы, их инструктора, они же тренеры. Вот нынеча, тот же Александр Бородов, этот судья, сейчас часто. А, который в бюджете есть? Да, 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 да. Смотри, да, да, да. Вот он один из... Я тоже за... на семье, ну-ка, по-моему. Да, да, да. Вот он как раз был один из судей там. Он до сих пор один из... Да, да, да. И вот это четыре года прошло, и вот насколько я увидел динамику этого невероятного развития именно среди представителей Объединенных Арабских Эмиратов. Но это очень круто на самом деле, потому что они это сделали национальным видом спорта, потому что это соответствует их религии, там еще принципам другим и прочее. Это нерафинированная молодежь, которая занимается спортом. Прекрасно замечательная цель. Но она, я так понимаю, в стратегии смотрит далеко дальше в сторону Олимпийских игр. Как я полагаю, потому что все те формальные признаки, которые сейчас там соблюдены в джи-джаев, они все соответствуют нормам правилам искренних спорта. А будет ли джиу-джитсу конфликтовать на Олимпийских играх с интересами самбо, мы узнаем после перерыва. Или... Или вообще... Забыл, как его ходят спортом. Спиридон? Нет. Которого засудили в Японии. Ащелков. Вот. Барселона, это не Испания, это Каталония. Это да. Да, что бы ты ни занимался, если государство тебя поддерживает, там галочка у тебя стоит, ты можешь жить спокойнее. Да. Правильно? Это правда. На, сходи, дров нарубей. Ну... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова